В каких сферах наиболее эффективно использовать искусственный интеллект в Казахстане? Об этом и не только. В ближайшие пять минут в программе «Право знать» в студии Даниэр Даутов. Здравствуйте. Много вопросов, мало ответов. На повестке в мире вопрос регулирования искусственного интеллекта. В некоторых странах к этому подошли жестко. Где-то, напротив, используют более мягкий подход, чтобы не сдерживать инновации. Что предлагают казахстанские эксперты? Можно ли принимать решения на основе данных, которые предоставил нам искусственный интеллект? Цифровой ассистент в кармане стал реальностью практически для каждого из нас. Эксперты по кибербезопасности, с одной стороны, восхищаются его способностями, а с другой предостерегают. Не секрет, что все модели пока что не до конца совершенно. Я думаю, так будет всегда. И, конечно же, уже много кейсов, когда на основе собственного решения искусственного интеллекта данных от него принимались медицинские и юридические решения, которые были весьма спорными. Эксперты призывают казахстанцев критически относиться к информации, полученной от цифрового помощника. Доступные модели искусственного интеллекта несовершенны. Модели генеративного искусственного интеллекта могут сгенерировать что-то, что не ожидается и создателям. Соответственно, очень важно также воспринимать критический контент, который она создает. То есть очень важно его перепроверять. Вполне возможно, модель может сделать определенные ошибки. И авторы это и понимают, поэтому они дали открытый доступ. Всякий раз, когда вы общаетесь со своим цифровым ассистентом, помните, что помогаете ему становиться еще быстрее и умнее. Набравший популярность чат-боты тренируются за счет данных, которые мы им предоставляем. Некоторые эксперты сравнивают это с мировым экспериментом, призванным довести до совершенства искусственный интеллект. Бесплатный сыр только в мышлопке. Это, знаете, такой подход в целом со всеми продуктами, которые мы получаем от больших компаний, таких как Apple, Facebook, точнее, мета-корпорации Instagram, TikTok и в том числе и чат-жиппетит OpenAI. Когда у нас есть какой-то продукт в открытом доступе, по сути, мы платим за ее использование нашими данными. Как пользоваться искусственным интеллектом, чтобы не навредить себе? Эксперты считают, что прибегать к помощи цифрового ассистента безопасно для ускорения каких-либо процессов, распознавания голоса, поиска и систематизации информации. Вот здесь, с моим помощником, с искусственным интеллекту, реально нет равных. Это совершенно безопасно. Несомненно, может быть, потому что рано или поздно те модели, которые есть внутри приложений, которые есть внутри каких-то программ, они перейдут в более совершенные механизмы и станут все более интересными нашими спутниками жизни. Это уже практически все, но и, в общем, роботы рано или поздно наполнены искусственным интеллектом, будут нас окружать. Возможности искусственного интеллекта могут быть использованы и как во благо, так и во вред, отмечают эксперты. Например, генерация видео. Это можно использовать как в пользу для создания контента, это могут использовать создатели фильмов, клипов и тому подобное. Но также его могут использовать мошенники, которые будут создавать фейковые видео с, например, вашим руководителем, который попытается вас обмануть. Следующее, допустим, генерация изображений. Можно создать, опять же, поддельное изображение другого человека. Искусственный интеллект пока что такие функции выполняет, он не может разграничить, где поддельные изображения, где нет. Некоторые программы для этого уже начали ограничивать генерацию изображений людей, но мы все еще на пути к этому прогрессу. Казахстанские разработчики активно следуют современным тенденциям и создают различные продукты на основе интегрированных моделей искусственного интеллекта. Во-первых, я вижу, что есть много различных продуктов, либо какие-то решения, которые ставятся на интегрирование моделей Journey, Gemini, либо OpenAI. По сути, они используют их интерфейс программный для того, чтобы сделать из этого уже какую-то оболочку, согласно тем юзкейсам, которые они могут использовать. Это может быть в медицине, в юр-студенции, в образовании и тому подобное. Однако нужно учитывать, что большинство этих проектов зависит от зарубежных разработок, лежащих в их основе. Поэтому казахстанцы создают собственную языковую модель искусственного интеллекта. На этом у меня все. Будьте внимательными и всегда перепроверяйте информацию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова